И я приду к тебе на лыжах, со мной придет весна, ты слышишь, как бьется, вьется твое сердечко, возьми и с собой чуть-чуть леви. И вот Калли Харварсон, его показывают, значит он будет принимать участие. Под вторым номером Симен Хэксет Кругер, первый номер, вот он на ваших экранах. Венедикт Долль заявлен по третьим номерам, Эрик Рожжо, четвертый номер, Наута Баба, японец, я, наверное, за японца поболею. На пятой позиции, Роман Риз, шестая, шестой номер, Беда Клей, седьмой, Томас Мелани Весгорд, восьмой, Дмитрий Педручный, украинец под девятым. Даниэль Сток, одиннадцатый, и так, смотрим. Так, какие спортсмены все участвуют. Бридлика Андерсон, младший брат Андерсон здесь тоже принимает участие. День француза, американцы, японцы, немцы. Филипп Хорн. Ну что ж, звучит сигнал к началу, и... Лыжники и биатлонисты отправляются покорять гору на 7,5 километров подъемы. Набор высоты на поле 640 метров. Напоминаю, что рекорд этой трассы принадлежит закончившему карьеру в этом году Хансу Кристеру Холуну. В семнадцатом году 27-37 он показал. Так что посмотрим, какие будут результаты сегодня у спортсменов. Дэвид Торвик сейчас выходит на первую позицию. Норвежец. Но пока видим большая группа спортсменов в непосредственной близости. И вот смотрите, 39-й номер. Это у нас Британия Джеймс Куни. И вот с этого кадра видно, как два спортсмена уходят в отрыв. 62-й номер и... Как раз Джеймс Куни. 39-й. Также здесь принимает участие испанский лыжник Эмманолу Роха. По 36-м номерам. Много итальянцев, словенцы. Фейцарцы тоже тут вижу. Есть Эрван Кайзер. Словенец Миха Шименс. Итальянец Симон Дапра. Естественно, тут шведы. Много французов. Даже португальский спортсмен есть. Ну и здесь видим привычная картина. Симен Хекс от Крюгер. Эрик Рожжо пытается за ним удержаться под четвертым номером. Швед. На третьей позиции видим 14-го номера. Это... Австриец Мико Вермален. Здесь у нас в хвосте этой группы 19-й номер. Итальянец Пауло Вентура. Он, видим, постепенно черчивается первая тройка. Но, конечно, Крюгер вне конкуренции. Он на протяжении последних лет здесь постоянно сражался с Хансом Кристором Холлоном. И чаще всего, конечно, побеждал именно Симен Хекс от Крюгер. Но ему тут, конечно, не привыкать. Каждый поворот ему знаком. Знает он, как здесь распределяться по дистанции. Эрик Рожжо, видим, тяжеловато приходится сейчас. Мико Вермален пытается обойти Шведа. Но здесь в группе, видимо, Бенедикта Доля по третьим номерам. В красном шлеме. А вот здесь можно еще выцепить. Сложно, сложно. Постоянно меняются кадры. По графике нам не показывают, кто на какой позиции. И вот у нас, получается, три спортсмена чуть впереди. Позади. Плотненько еще три. Спортсмена работают. Кали Харвасон. Я так понимаю, он в группе преследователей находится. Вот он, Симен Хэксет Крюгер. Позади Вермален. Что там дальше творится? Пока. Мы находимся в полном невидении. Что ж, Эрик Рожжо. И вот позади виднеются два спортсмена. Спортсмена. Вермален. Интересно, Вермален сейчас в кадры попадет? Насколько он отстает сейчас от норвежца? Вот да, там камера и Вермален. Не так и далеко, кстати. Вермален там пытается сверху выглядеть, где находится Симен Хэксет Крюгер. А он уже здесь. Тут видим болельщиков, а значит уже точно скоро финиш. И Рожжо пока все-таки держит третье место. А позади. Спортсмены не торопятся к нему приближаться. Думаю, сейчас это главная интрига, додержит ли он третью позицию. Эрик Рожжо. Молодой швед. Ну а здесь на финише встречаем Симена Хэксет Крюгера. Тут, конечно, без каких-то вариантов норвежец побеждает. Вермален, австрийца, тоже поздравляем со второй позиции. И Эрик Рожжо, додержав ли он третье место. И судя по тому, что его показывают, да, Эрик Рожжо третье место удержал. Кто же там пытался к нему приблизиться? Вот они тут в разборке. Это Вибьерн Туртвейт. Норвежцы. Гауте Квале. Даниэль Сток финиширует на шестой позиции. И там по технике можно, конечно, понять, что это немецкий биатлонист Бенедик Доль. Финиширует на седьмом месте высоко. Янас Бауман, швейцарец, восьмой. И там Кали Харрисон. Финиширует на девятой позиции. Беда Кли, швейцарец. Кали Харрисон, швед, на девятой позиции. Швейцарец Беда Кли, десятый. А вот японец Наута Баба финишировал на одиннадцатой позиции. Смотрю уже протоколы финальные. А время Симена Крюгера. Двадцать девять ноль пять. Да, пока рекорд трассы Хаса Кристера Холуна держится. Все-таки здесь актуальны рекорды трассы. В меньшей степени от погодных условий зависит, чем в лыжных гонках, естественно. Там нет смысла смотреть рекорды трассы. Смотрю, кто у нас на какой позиции дальше финишировал. Филипп Хорн, немец, стал пятнадцатым. Миха Шименс, словенец, шестнадцатый. Паула Вентура, итальянец, восемнадцатый. Даниэль, этого мы не знаем. Альвар Мульбак, молодой швед, финишировал на двадцать первой позиции. Лукас Фрадшар, немец, двадцать второй. Тимон Шапа, двадцать четвертый. Украинец Дмитрий Петруччин финишировал на тридцать третьей позиции. Украинский биатлонист. Немецкий биатлонист Роман Рис, тридцать шестой. Тут плотненько немцы финишировали Симон Кайзер. Фестиваль продолжается, 50 километров в классическом стиле. Ждите анонсов, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочка есть в описании. Ну и не забывайте прожимать лайк этой трансляции, чтобы как можно больше зрителей ее в записи, по крайней мере, увидели. Еще раз всем спасибо за внимание. До завтра. Всем лыжи. Пока-пока.